Сто процентов. Я хочу сказать, что наша последовательность в какой-то степени отражает внутреннюю логику развития литературы, но и, кроме того, она отражает саму нашу логику нашего курса, в котором мы пытаемся понять, как развивается литература на полях Танаха, на полях библейского текста. В данном случае я хотел бы начать с того, что Булгаков, это такой удивительный случай, когда писатель в какой-то степени, с одной стороны, он не претендует на такую глубокую философию размышления, на какие-то такие темы суперцентральные для человечества и тому подобное. Это его в каком-то смысле выгодно отличает от Толстого с Достоевским и даже от Гёте и многих других авторов. Но на самом деле это, конечно, иллюзия и обманчивое впечатление, потому что на самом деле Булгаков философ в ничуть не меньше степени, чем Достоевский, но он совершенно иначе философ. Потому что его философия заключена еще в большей степени, чем у Достоевского, в натуре самой литературной формы его текстов. И в первую очередь, конечно, в романе «Мастер и Маргарита», о котором мы сегодня будем говорить. То есть, таким образом, получается, что философия Булгакова, смешным образом, потому что обычно философом России считается Сергий Булгаков, но на мой взгляд, как раз Михаил Булгаков является философом еще в большей степени, именно потому что ему удалось, а это для философа чрезвычайно важно, вложить свою философию в некоторую чрезвычайно важную для этой философии форму. Таким образом, Булгаков сумел сделать то, чего не получилось в каком-то смысле у Гоголя, Достоевского и Толстого, а именно сообщить свои собственные мысли, свою собственную авторскую позицию, не выходя за пределы литературы. Как мы с вами говорили, Толстой и Достоевский столкнулись с таким парадоксом, не только он, еще и Гоголь. И вообще, это, мне кажется, такая общая болезнь, если можно так выразиться, русской литературы, это пытаться что-то сказать потом. То есть я вот в своем литературном тексте сказал это, а вообще-то я думаю следующее. В принципе, конечно, такая слабость сказать что-то, ведь свои мысли, она характерна не только для литераторов, она характерна и для ученых, и для поэтов, музыкантов, для кого угодно. Каждый человек имеет такой соблазн сказать, вообще-то в своем произведении я хотел сказать то-то. Но если хотел сказать, то почему не сказал? Но вот у Булгакова эта проблема решена, при том решена идеальным образом. Дело в том, что, как мы говорили с вами, Толстой, Достоевский и Гоголь, они выступают на двух поприщах, как писатели и как публицисты-идеологи, которые пытаются изводить свои идеи, свою философию, свою идеологию публике, потому что они хотят не только создать литературный текст, но и непосредственно повлиять на вне литературную реальность. Дело в том, что вот эта двойственность позиции у Булгакова осуществлена внутри самого его текста, потому что сама позиция автора, она является одной из центральных литературных позиций героя Булгаковского произведения. То есть его герой – это автор, и поэтому и называется «Мастером Маргарита». Но мы говорили с вами, что уже читатель давно стал героем европейской литературы, потому что европейские романы, они посвящены читателям. Мы говорили, что и Робизон Круза, и Дон Кихот, и Гамлет, они, кроме всего, проще являются читателями. Здесь ситуация достаточно резко меняется. Вроде бы как героем становится сам автор. Ну, читатель, то есть, конечно, тоже остается героем. Это понятно, потому что с теми персонажами, которые находятся в центре повествования Булгакова, постоянно происходят литературные аллюзии, они постоянно обзываются на какие-то литературные тексты и тому подобное. Таким образом, в «Мастере Маргарите» автор, читатель и герои, они объединяются, становятся как бы в одной связке. И это открывает некие новые неожиданные возможности, а именно возможность для того, чтобы читатель, который действительно является просто читателем этого текста, стать его соавтором и со-героем. И вот эта вот близкая связь между автором и читателем, которая неожиданная и которая очень глубокая у Булгакова, которой нету в большинстве литературных текстов остальных, потому что та дистанция огромная, которая отделяет, скажем, Достоевского от его читателя, эта дистанция совершенно колоссальная, она лишена, она почти что исчезает у Булгакова. Он задушевно и просто разговаривает со своими читателями. Это действительно настоящий двусторонний разговор. Это, мне кажется, очень важно. Но каким же образом это и у него получается? Я уже высказал такую мысль, что это получается за счет того, что его герои являются авторами, авторами того же текста, который он сам пишет. И это поистине библейская ситуация. Мы с вами говорили, что Бог спорит с Моисеем о том, кто же из них пишет текст истории, текст Торы, сам Моисей или Бог. Моисей сантажирует Богу, что вот вычеркни меня из книги, которые ты пишешь, а Бог с ним не согласен. И в общем, каждый из них наставит на своей позиции. И эта ситуация характерна не только для пяти книжек, а вообще практически для Феотанаха, когда читатель, то есть народ Израиля, а также в перспективе все человечество, оказывается тем же самым героем этого текста. И он же оказывается автором, потому что этот текст должен быть пронизан всей авторской позиции этого читателя. И поэтому, как Маймонит отметил, последняя заповедь Торы, 612, это «Напиши книгу». То есть каждый человек обязан написать книгу, то есть стать автором. Вот это вот примерно осуществляется Булгакова. Ну, конечно, не так, как осуществляется это в Торе или в Танахе, но тем не менее по-своему осуществляется. Но вот что интересно, автор, то есть мастер, автор текста у Булгакова разлагается, раскладывается на целую серию нескольких разных, так сказать, персонажей. Это, с одной стороны, конечно, мастер. Но мастер не единственный автор. Во-первых, у мастера есть непосредственный конкурент, потому что мастер пишет роман про или повесть о Йошуа на Цоре, а одновременно с ним Леви Матфей ходит с Бородской, ходит, записывая все за тем же персонажем, с тем, чтобы потом получилось Евангелие от Матфея, а также другие Евангелия, которые из него будут вытекать. То есть, иными словами, у мастера есть несомненный конкурент. Даже в плане описания истории Йошуа. Но, на самом деле, в самом романе у него тоже есть конкуренты, вернее, не конкуренты, а, так сказать, альтер-эго. Это, во-первых, конечно, Иван Бездомный, потому что Иван Бездомный тоже должен написать поэму о Иисусе. Вот. Но у Ивана Бездомного есть структур, человек, который ему объяснил, как нужно написать на эту тему, а именно Берлиоз. И Берлиоз, в свою очередь, это аналоги мастера и самого Булгакова. Потому что, ну, уже давно обратили внимание, что аббревиатура МАБ совпадает у Берлиоза и у Булгакова. И вообще Берлиоз – это тоже второй мастер, второй главный герой, второй автор. И здесь мы сталкиваемся с некоторой довольно парадоксальной ситуацией, а именно, вроде бы, совершенно понятно, что Берлиоз совершенно не то хочет писать, что пишет мастер. То есть, некоторые люди пишут, что альтернативные два произведения. При этом Иван Бездомный, который должен писать поэму, он сходит с ума, он не может написать эту поэму, потому что у него получается слишком натурально. А Булгакова, Берлиоз говорит, что на самом деле это нужно писать о том, чего не было, и таким образом нужно описывать ресурс, который никогда не существовало. И поэтому возникает совершенно другая ситуация у него, а именно самого Берлиоза, он сам оказывается несуществующим. И он погибает. Я думаю, что эти персонажи, Берлиоз, мастер и Иван Бездомный, это как бы три варианта, они очень похожи на тех четверых, которые вошли в Пардес, но, правда, кто из них стал вырывать насаждение, Ахэр, Ириша Бенабу, и тут несколько непонятно, потому что есть еще Леви Матфей, Мастер, Берлиоз и Иван Бездомный. Как распределить их по этой группе, я не знаю. Но важно другое, то, что это четыре человека, которые пишут повесть о Яшуа. Теперь я хочу отметить, если у кого-то есть какие-то сомнения по поводу того, что Берлиоз является настоящим героем романа «Мастер и Маргарита», то мы должны сейчас заняться сопоставлением этого образа. Вообще, откуда взялся Берлиоз, а кто такой Берлиоз? Ну, совершенно понятно, что Берлиоз – это автор фантастической симфонии. Гектор Берлиоз. Как он попадает в роман «Мастер и Маргарита»? А все дело в том, что «Мастер и Маргарита» – это музыкальное произведение. То совершенство формы, о котором я сейчас только что говорил, это совершенство формы музыкального шедевра. То есть роман этот представляет собой удивительную симфонию, в которой сочетаются все мелодии, мотивы и совершенно та форма, которая позволяет, во-первых, и тому, что я бы назвал чистотой, литературной чистотой, которую мы не находим на таком уровне даже в великих произведениях литературы. Эта чистота позволяет Булгакову одновременно описывать какие-то конкретные детали, сатирические Москвы 20-30-х годов, одновременно позволяет ему писать нечто такое почти небесное, то есть нечто почти божественное, то есть на уровне такой божественной литературы. Вот это сочетание, которое объединяет Булгакова с Данте, который одновременно описывает, сатиры на каких-то своих флорентийских знакомых, одновременно пишет божественную комедию. В какой-то степени нечто подобное, можно сказать, и про Булгакова. Это достигается в очень большой степени при помощи некоторой музыкальности этого текста. Отсюда берутся всякие римские, берлиозы, прочие музыкальные персонажи Мастера и Маргарита. Но между берлиозом и, собственно говоря, Мастером имеется прямая связь. Ну, вспомним фантастическую симфонию. Фантастическая симфония, значит, была, ну, я вот здесь у меня в нашем тексте описано на последней, сейчас секундочку, да, вот здесь, ага, сейчас что-то, а почему, ага, я понял, просто эта программа не позволяет видеть больше всех страниц, и поэтому последняя, восьмая страница не видна. Неважно, когда я публикую этот текст в материалах, значит, там есть восьмая страница, где приводится программа фантастическая симфония берлиоза. Она... Слышишь меня? У тебя написано 06 наверху, а там нету дальше, кончается на 06? Нет, у меня 80... А, вот, 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 все, 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 прекрасно. Да, вот, восьмая страница. Спасибо большое, Натан. Вот, здесь приводится программа этой симфонии про молодого музыканта. Вообще, значит, это все называется пассион, то есть страсти, первая часть этой самой симфонии фантастической, это есть не что иное, как, в сравнении, сказать, пародии на страсти, страсти как жанр, музыкальный жанр христианской, значит, ну, такой музыки, страсти баха и так далее. Значит, но здесь в качестве мучения и метания, мечтания и страсти, героев этих страсти выступает не кто иной, не как Иисус, а как некий художник, который, значит, мечтает о музе, о своей возлюбленной, к которой он стремится и, значит, мечется между мечтаниями, страстью и так далее. Сама такая десакрализация страстей, это уже первый шаг, который объединяет, безусловно, Берлиоза с нашим сюжетом. И, соответственно, он тоже, его мастер, то есть художник, это главный герой фантастической симфонии, он, значит, он, конечно же, Иисус, но Иисус такой десакрализованный французский, Иисус 19 века, который романтический, который мечтится в своих страстях и так далее. Дальше возникают ситуации, когда он, значит, в порыве своей ревности убивает свою возлюбленную, то есть музу, и дальше его ведут на казнь, отрубают ему голову, и после этого он приходит на бал в Сатане, то есть там сцена в Альпургевой ночи, это, значит, пятая часть фантастической симфонии. То есть таким образом весь сюжет полностью мастера Маргарита в том числе идет по этой линии. То есть с одной стороны Берлиоз изменяет своей музе, а он образованный человек, и вот он, так сказать, в этих советских условиях вдруг становится там таким воинствующим атеистом, и как говорит, не помню, Берлиоз, это говорит, что он даже образованный человек, как вы можете такое думать, что нету Бога, там, какие-то такие вещи, и вот, и даже, что нету Сатаны, это ему говорит Сатана. А Берлиоз, он как бы ничего особо не думает, он просто принял на себя определенную модель поведения, и это принятие этой модели поведения является изменой, изменой всей культуре, к которой он принадлежит, изменой всему, своей музе, своему дару и так далее, и так далее. Что его за это постигается? За эту измену его постигает карнь отрубанием головы. А кто такая Аннушка в данной истории, это отдельно интересный вопрос, что такое Масло. Ну, в общем, все эти вопросы можно рассматривать. Роман бесконечно многообразен по своей символике, но самая главная здесь очень простая вещь, это то, что Берлиоз лишается своей головы, а его возлюбленная на Бале у Сатаны, кто такая его возлюбленная? Оказывается, что это никто иной, как Маргарита, которая его там встречает. Она как бы ему отчасти мстит, но отчасти как бы его судит. И это то самое, что должно произойти с Берлиозом. Таким образом, получается, что весь сюжет с Берлиозом, это некоторая десексуализация евангельского, отчасти сюжет, некоторые подозревают, что Берлиоз – это Иоанн Креститель, Соломей. Так или иначе, вся эта история приводит к тому, что Берлиоз – это на самом деле некоторое альтер-эго мастера. Это тот человек, который, в отличие от мастера, который пишет истинный, настоящий роман про Иоаншуа, но Берлиоз – это тот человек, который, так сказать, издевается над этим сюжетом и за это поплачивает своей головой, как бы той частью, которую он, собственно, потерял на путях, так сказать, той московской жизни, которая у него имелась. Так или иначе, эта аналогия здесь сразу же приводит к нас к вопросу о том, а что же делает Иван Бездомный, потому что Иван Бездомный, который сходит с ума и который искренний, судя по всему, человек, но который тоже вынужден тоже издеваться над истиной. И, значит, этот образ очень интересен. Здесь я должен прийти к другому, источнику, и он здесь приводится, он тоже на этой же восьмой странице, в конце, это фрагменты Якова Мануиловича «Голосовки» «Расхожженного романа». Это одна из странных и детективных историй в связи с «Мастером и Маргаритом». Дело в том, что параллельно «Мастером и Маргаритом» саму как бы «Мастером и Маргаритом» Геосовкин писал свой роман, он называется «Сожженным по причине его судьбы». Рукописи, как известно, не горят, но вот у Голосовкира сгорели, потому что Голосовкир писал свою версию этого романа, который во многих деталях очень похож на «Мастера и Маргарита». Писал его, судя по всему, даже раньше, или совершенно одновременно Булгакову. Вот здесь приводится фрагментик из восстановленного самим Голосовкиром версии. С ним произошла такая история. Он писал этот роман в 20-е годы. В 1936 году его арестовали и посадили на каторгу, а рукопись, которую он оставил к своему другу, тот сжег из страха. Вот. И таким образом весь этот сюжет сожженной рукописи он возникает именно через призму вот этого пересечения. То есть, опять-таки, мы не знаем, позаимствовали Булгаков у Голосовкира сюжет или Голосовкиру Булгакова, или они параллельно пришли к одному и тому же сюжету, или сам сюжет как-то звучал в небесах, а оба они его как-то пытались записать. Так или иначе, очень важное различие, потому что у Голосовкира в Москву приезжает, прилетает, прибывает вовсе не Сатана, видимо, он со своей свитой, а сам Иисус. Вот, потому что как бы Голосовкир в какой-то степени следует за сюжетом из повести о Великой Инквизице Достоевского. Он привозит саму Иисуса в Москву, и, естественно, Иисус оказывается там в сумасшедшем доме. Вот, потому что совершенно понятно, что никого другое место для него не находится. Более того, все его похождения, которые, ну, Голосовкир после войны, когда он все-таки сумел какие-то главы по памяти восстановить, из этих глав видно, что все похождения Иисуса в Москве, они в общем столь же нелепые, как и похождения Воланда, но в отличие от похождения Воланда, они еще и неуместны, потому что, ну, Иисус там приходит, пытается помогать каким-то людям, какой-то шпане, пытается с кем-то общаться, он пытается всех выручить, на самом деле, все получает значительно хуже, чем было бы, если бы он не вмешивался. Вот. Мне кажется, что этот образ, он, безусловно, интересный, но он совершенно, на мой взгляд, не дотягивает ни до Булгакова, ни вообще до настоящей большой литературы, потому что он немножечко голосовкин, как мне кажется, здесь остается все еще на уровне журналистики, то есть на том уровне, на котором поломались Достоевский с Гоголем и Толстым. То есть высказывание каких-то своих, так сказать, таких вот идей, может быть, одевая в какие-то литературные формы. Это не есть, он не нашел подходящую литературную форму. А Иисус в сумасшедшем доме это, конечно, интересно, но это не есть великая библейская или постбиблейская литература, потому что кто его знает, может быть, действительно Иисус был в сумасшедшем доме. Но в Оланд, в Москве Иван бездомный в сумасшедшем доме это значительно тоньше и глубже, на мой взгляд. Но, опять-таки, я не могу здесь быть равнодушным, я глубоко убежден, что сам Голосовкер со своим как бы и уделом христианства, значит, он, так сказать, в какой-то степени трагическая фигура по причине всей своей абсолютной неуместности. То есть, вот уж кто неуместен в Москве это Голосовкер. но, тем не менее, он тоже часть истории, очень важная часть истории, поэтому мы сейчас о нем вспоминаем именно в связи с разговором про Булгакова. Итак, Ярошуа Булгакова оказывается в общем не в Москве, он оказывается в Иерусалиме, но он оказывается не в Иерусалиме, а в Иерушалиме и некоторое историческое воспроизведение всего этого сюжета. Здесь у нас возникает естественный вопрос, а что, собственно, делает Булгаков, для чего он заново переписывает, собственно, историю про Иисуса, или его мастер, или сам Булгаков, поместив мастера в такую трагическую реальность. В чем дело? Понимаете, пример Голосуфтера говорит нам, что в принципе у Булгакова действительно именно этот же замысел, то есть главным героем Булгаковского мастера и Маргариты является, в общем-то, не мастер, мастер, он является героем-автором. А есть еще герой, это Шо на Цоре. И что это за такой герой интересный? И тут мы приходим к такой простой идее, что Булгаков пытается действительно переписать Новый Завет. И эти то же самое пытались сделать Толстой, Достоевский, Гоголь и все прочие путешественники, великие русские писатели. Более того, мы с вами говорили, что то же самое пытается сделать Сервантес, Шекспир и даже Даниэль Дефо. Вот. То есть получается, что европейская литература занимается переписыванием Библии, но переписывание адекватно соответствует той реальности, внутри которой существует эта европейская литература. И мне кажется, что здесь мы подступаем к чрезвычайно важному моменту, а именно моменту, так сказать, цели, внутренней цели европейской литературы. Мне кажется, эта внутренняя цель состоит в том, чтобы создать дом для разговора, то есть создать, то есть, в принципе, та самая цель, что и в Библии. Но так получилось, что когда еврейская традиция уже зафиксировала библейский текст, это произошло где-то примерно в третьем веке до нашей эры, в основном, то после этого происходило огромное накопление огромного количества новых литературных текстов, постбиблейская литература, которые не могли найти для себя той германатической формы, в которой они могут существовать. Что это такое? Это просто продолжение Библии? Это это перевожение Библии? Или это что еще? Мне кажется, что настоящая литературная форма найдена была несколько позже и под влиянием этой иудейской постбиблейской эллинистической литературы в Талмуде. Но Талмуд это параллельно европейские христианские традиции явления. Талмуд первый фрагмент Талмуда был записан в 200 году, то есть это все происходит на фоне разворачивающейся христианства, и Талмуд является безусловным конкурентом христианства. И поэтому и ненависть к Талмуду, которая в христианской культуре была очень распространена. Но эта ненависть крайне несправедливая, потому что Талмуд и христианство это очень по существу во многих близкие вещи. Но Талмуд не пытается переписать, сделать новый завет, не пытается переписать Библию, а он пытается создать для читателя то, что называется устной тарой, то есть возможностью глубокого, серьезного разговора, свободного разговора по библейским сюжетам, но не уничтожающего, не закрывающего разговора, такого разговора, который оставляет в библейском тексте путь до каждой буквочки, все на своем месте и одновременно представляет читателю абсолютную свободу с неким переиначиванием, задаванием вопроса, оспариванием и так далее. Все это в Талмуде абсолютно легитимно, и все это абсолютно нелегитимно в христианской литературе, потому что христианская литература это попытка продолжить, переначать библейский текст, это, так сказать, Новый Завет. Но европейская литература идет по следам этой традиции, с другой стороны она в какой-то степени пытается создать свой собственный Талмуд, свободный жанровый подход, возможности обсуждать, думать и так далее. все темы оставаясь в контексте библейского повествования. И не является ли таким образом европейская литература что-то типа такой вот европейский Талмуд, который дает нам возможность как-то дальше продвигаться и тому подобное. Мне кажется, что отчасти это так, но только отчасти, потому что в европейской литературе все время возникает эта проблема литературного жанра. Я не хочу сказать, что Булгаков это и есть тот автор, который нашел. Булгаков, конечно, вместе со всеми предшествующими авторами, о которых мы говорили, каждый из них что-то свое нашел. Они как бы создают некоторую оболочку, некоторую возможность для продвижения будущего литературности, словесности, слова как такового. И в данной связи я хочу во-первых сопоставить еще раз Булгакова с Гоголем, а также сопоставить его с Геттой, потому что мне кажется, что очень важно, что Булгаков пишет свой вариант паустовской темы уже в совершенно в новых условиях, делает это до Томаса Мана, и поэтому в какой-то степени он находится где-то между Геттой и Томаса Маном, и пишет свой вариант, который обладает некими огромными достоинствами и по отношению к тому, и по отношению к другому. Конечно, я люблю лостребиоты, может быть, больше даже Булгакова, все равно, тем не менее, нельзя не отметить, что у Булгакова есть серьезные достоинства. Короче говоря, я хочу остановиться сейчас на одной очень простой теме. Это вопрос о юморе. Мы говорили с вами о том, что сатира, гоголевская сатира на Россию Николаевскую, в том, все мертвых душах. Это сатира не то, что озвобленная, но сатира, действительно, он действительно не любит Гоголь вот это все. И, конечно, Булгакова в не меньшей степени, чем Гоголь, не любит это все. Но почему-то получается такая интересная штука, что у Булгакова, который не любит это все, все становится весело, смешно и очень-очень по-доброму. То есть, это тот смех, который действительно побеждает вот этот зло. И я в данном свете хочу вспомнить такую историю, которая со мной лично подключилась много-много лет назад, когда я впервые в своей жизни читал «Мастера Маргарита». Это было еще по журнальной версии, 70-е годы. Я в это время работал лаборантом на кафедре военно-морской кафедре в техникуме приборостроения какого-то морского Петербурга, Ленинграда. И, значит, я делать там особенно нечего было, особенно, когда была строевая подготовка и там мучили этих курсантов. Я просто приходил со своей книжкой на кафедру, а там кроме меня были моряки, точнее, офицеры морские высокого довольно уровня. Это были капитаны первого, второго, третьего ранга. военные моряки питерские, люди достаточно интеллигентные. И вот я садился, открывал журнал и начинал смеяться. Что мне еще было делать, когда я читал «Мастера Маргарита»? И они в какой-то момент очень заинтересовались, что я такое читаю, что я все время смеюсь. Я сказал, ну как-то, что я читаю? Я читаю «Мастера Маргарита», а что это такое? Я говорю, вот, роман, Булгакова, пожалуйста. И, значит, они откопировали каким-то образом, получили от меня «Мастера Маргарита», тоже начали смеяться. И вот мы сидели на этой военно-морской кафедре в центре Петербурга в 70-е годы и смеялись. Вот, совершенно понятно, что в Советском Союзе не было никакой возможности не пасть, потому что если внутри этого Советского Союза, при этом пасть именно таким образом, как он пал, именно достаточно мирным способом. Сейчас то, что происходит в России, это отдельный вопрос, но когда было падение Советского Союза, это было удивительное, так сказать, разрушение империи, чудовищной злодейской империи, но при этом без крови. И мне кажется, что это отчасти благодаря Булгакову, и не только ему, конечно, это тому, что можно было смеяться. Значит, Советский Союз спал из-за анекдотов, которые рассказывали про его руководителей, из-за книг типа Булгакова, то есть не из-за Солженицына, кстати сказать, потому что, как мы сейчас видим, Россия могла бы терпеть свои ГУАГи сколько угодно времени, и совершенно бы не подавилась. А вот смех она не могла вытерпеть. И мне кажется, что это главное свойство всех террористических, деспотических режимов. Если бы мы научились правильно смеяться, то никакого бы исламского халипата с людьми, которые режут головы и так далее, не было бы, в принципе, не могло бы быть. И не нужно меня, ну, я предполагаю, что кто-то скажет, что это какой-то идеализм, что я думаю, что смех может победить зло. Я действительно думаю, что смех может победить зло, потому что для диктаторов, которые управляют миром, самое ужасное, чтобы над ними смеялись. Этого они никогда не будут терпеть. И поэтому, когда начали делать карикатуры на всяких мусульманских лидеров, значит, и все ужасно стали возмущаться, то европецы слишком легко отступили. Не злые сатиры нужно делать, а нужно смеяться. Нужно смеяться, и это способ победить зло. Вот я хочу сказать, что вот это открыло в какой-то степени, это, конечно, присутствует в Блан-Кихоте и вообще и в Гамлете, и вообще и у Гоголя, конечно, во всей великой литературе. Это способность смеяться. И не только смеяться, конечно, речь идет о целом ряде других переживаний, которые здесь возможны. Вот мне кажется, что эта возможность, открытая возможность, она как раз и есть возможность будущего продолжения литературы. И в связи с этим я хотел бы еще раз сравнить Булгакова с Готтем, с Готтем. Мне кажется, что между Павловском Готтем и Павловском Мастером Булгакова есть, конечно, огромная разница по времени. Все-таки прошло сто лет после написания Фауста Готта. И понятно, что Булгаков следует за ним, по Готтам в очень многих моментах. Но Булгаков в какой-то степени уже следователи заметили, что отчасти это Фауст не Готта, а Фауст Гуно. То есть этот Фауст немножечко такой музыкальный, оперный. А потому что вот эта вот отстраненность, которая, конечно же, имеется у Готта, она позволяет Булгакову рисовать своего героя, напоминающего Фауста второй части, и Маргарита, конечно, скорее похожа на Елену вторую часть, чем на Маргариту первую часть, это исследователи тоже замечали уже. Но это не так надрывно и тяжело, как вторая часть Фауста Готта. Потому что Готта тоже был, так сказать, грешен в попытке писать апокрифы, то есть быть таким вот ересярхом, создателем некой новой версии христианства от Готта, в котором есть образы женские Мария вместе Макдалина вместе Матерью Иисуса и вместе с Гретфом принимают душу Фауста и все такое прочее. Зачем? Про это уже, анекдоты про это уже сказано в Талмуде. Сейчас нужно как бы двигаться вперед, и в этом смысле проблема европейской литературы в том, что она не до конца осознала свое место, реальное свое место по отношению к библейскому тексту и по отношению к своим читателям. Это место отчасти более высокое, чем полагается европейская литература, более скромное, и это необходимо так сказать уяснить. И мне кажется, что именно в этом уяснении этого места мы и должны оставить задачу будущей литературы. Потому что мне кажется, что вот этот путь, я, как уже наверное неоднократно высказывал слушателям свою мысль, в общем-то считаю, что европейская цивилизация переживает некое перерождение, то есть она в какой-то степени уже почти что исчезла, погибла, с другой стороны она переживает некое перерождение, и рождается что-то новое, оно все еще рождается, в нем заложенный огромный потенциал. Очень хотелось бы, чтобы этот процесс происходил достаточно мирно и нетравматично. Но это новое рождение сомненно связано с попыткой создания такого рода художественной литературы, которая дает свободу читателей и в то же время не занимается разрушением мира, разрушением текста, как это часто происходит в европейской литературе. Большое спасибо за внимание всем мои самые лучшие пожелания. У нас остается последняя сдвоенная лекция, которая, я понимаю, будет не менее как в конце 9-го ава. Ну, посмотрим, я думаю, тема будет тоже такая. Мне кажется, что курс по философию и литературы закончить 9-го ава это вполне правильная мысль. До свидания, я прощаюсь со всеми. Натан, меня слышно? Да, все, спасибо большое, мы все записали, замечательно, было не хуже, чем на живой лекции, скажем так. Окей, до нашей последней встречи в этом курсе. будет воскресенье, я вам решен, бэмэц, сом, и... Да, это лекция, она будет действительно живой, она будет действительно живой, несмотря на то, что я действительно сделал запись. До свидания, до секунды, уши, сом, кэль. Окей, пока. Пока.